итак друзья всем добрый вечер или добрый день меня зовут алексей тарасов и являюсь преподавателем центра специалисты хочу вам сегодня рассказать о работе с таким замечательным инструментом как печки спец ну когда обычно бывает сначала немножко знакомства и рекламы до виду курсы по направлению уже много достаточно людей обучил за эти как минимум восемь лет но 4000 не знаю не 4000 но много являюсь сертифицирован специалистом и являюсь также автором курсов по печке который посвящен симфами в нашем сегодняшнем семинаре мы поговорим о замечательном инструменте инструменте который называется печки спек вот естественно что вебинар у нас проходит как бесплатный но в то же время как рекламные поэтому я сейчас буду вам рекламировать курс печки 4 где о том что в центре специалист есть три курса это базовый курс печки это курс 2 работа с базами данных 3 объектно ориентированный подход от некоторые сегодня здесь сидящие как раз сейчас обучаются в третьем курсе а есть еще четвертый уровень печки и он там затрагивает казалось бы самый важный и обычная темы для веб разработчики и в частности для печки программиста но тем не менее на него редко люди попадают либо тяжело трудно там рассматриваем паттерны шаблоны проектирования там мы рассматриваем документировали там мы рассматриваем в принципе mbc и вот одна из тем которые там тоже затрагивается эта тема посвященная печки unite или созданию модульного тестирования настройки модульного тестирования тема как обычно очень важная мощная и наша сегодняшняя тема косвенно тоже будет связано с этим мы будем говорить то что очень напомнит нам о тестировании и так какие проблемы существуют разработчиков когда они разрабатывают какой-то сложный продукт не одностаничник что-то более серьезное интересное конечно же это работоспособность кода удержание управление этим кодом так вот в некоторых компаниях когда пишется большой большой проект пишутся спецификации спецификации описывают как должны взаимодействовать части кода друг другом как там должно происходить сама работа в отдельных компонентах класса ну и соответственно мы можем следить писать тесты вот и следовать подходу который называется ттд если память не изменяет нет нет изменяет тдд тест drive development сначала напиши тесты а потом напиши коды ну мы знаем что это классный подход и тоже также мы знаем что часто мы очень любим без этого подхода но потом раскаиваемся не бывает поздно так вот сегодня речь пойдет о печки спек печки спек поддерживает поддерживает подобный подход сама библиотека сам инструмент находится на сайте печки спец или печки спекнет и они по их словам называют эту тушеком то есть инструментом для drive engine design спецификации то есть на для разработки на основе спецификации то есть идея очень классно сначала пишется спецификация описание того как должен код работать а потом постепенно это превращается в коды на классах печки и это очень напоминает тдд но является его ответвлением по словам разработчикам вот этой вот библиотеки соответственно нам захочется сейчас установить эту библиотеку попробовать как она работает написать спецификацию но не на уровне пользовательских историй или юзи кейсов а на уровне уже термина самой самого инструмента печки спек и дальше посмотреть как она работает ну давайте посмотрим что нужно сделать для того чтобы установить эту классную библиотеку во первых вам надо установить вам надо создать компосер джессон и указать вот такой вот конфигурационный файл вашем проекте я вообще-то предполагаю что вы как минимум знакомы с тем что такое компосер а если нет то после вебинара сразу потихоньку посмотрите где-то и сделайте определенные выводы также предполагаю что у вас есть печки не ниже седьмой версии настроены и среда уже для разработки готова я буду сегодня использовать visual studio код у меня есть уже тестовых хост у меня есть уже там workspace visual studio коде заданный мне здесь на всякий случай есть индекс печки файл ну и если посмотреть какая версия у меня сейчас печки то мы обнаружим что у меня сейчас версия 7.1 я не стал брать 7.3 потому что у меня по умолчанию это сейчас стоит на курсе и мне в принципе это устраивает итак я создаю файл компосер джессон прямо вот здесь в нашем проекте делается это достаточно быстро и просто и и потом сохраняю вот эту конфигурацию вот сюда обратите внимание на такой немаловажный факт что версия библиотеки у нас текущая сейчас порядка 4 4 3 будет там здесь написано больше чем 4 установить также обратите внимание на не очень приятный факт что по умолчанию они предполагают что вы в конфигурацию укажите psr 0 это стандарт рекомендация по автозагрузке кода который на самом деле устарел сейчас вы наверняка знаете что psr 4 действует по умолчанию но во первых это не должно стать делом с проблем во вторых если покопаться в документации вы можете поставить потом и изменить все на psr нужны вам версии также у меня есть уже готовая консоль запущенная я пользуюсь кон м она по умолчанию поставляется вместе с опытом сервером и позволяет мне достаточно быстро решать свои задачи почему не пользуюсь консолью сейчас вижу студия код ну чему свое время и тоже успею пользоваться итак первым делом мы конечно же говорим что мы хотим обновить композер дабы пользоваться самым свежим инструментом я конечно схитрил за несколько минут до начала занятия его уже так обновил поэтому это больше для напоминания а дальше находясь в этой папке где у меня есть конфигурация говорю что он не будет делать install при этом обратите внимание я покажу что будет происходить в моей папке тест и более того я покажу что будет у меня устанавливаться вот здесь устанавливаться будет много компонентов среди их числа будет находиться также компонент симфонии который называется symphony консоль или консоль симфонии она позволяет настраивать команды вот кстати она symphony консоль 431 и делать такие оля клай приложения в общем это очень интересная штука я обязательно рекомендую как минимум раз туда забраться посмотреть потому что но он должен это понравится следующим шагом мы должны посмотреть что у нас находится теперь в папке тест если раньше мне был композер джесон вот он пустой индексный файл печь пишет а теперь мне есть две папки то есть вот этого печки спец вот эта утилита она поставляется с двумя папками папка вендор которую громко сказать поставляется по стандарту опять же psr в наших приложениях всегда сторонние компоненты лежат в папке вендор там находится непосредственно фрагменты кода библиотек фреймворков которые задействуются печки спеком а в папке бин находится непосредственно утилиты которая предполагается мы будем использовать для запуска ну смотрите внутренне устройствовать их уделить я думаю это дело сейчас неблагодарное главное что если мы отсюда или вызовем то все у нас прекрасного работы ну и соответственно нам нужно теперь проверить как это все будет работать теперь я уже перехожу в терминал вот сюда и хочу убедиться что у меня все нормально работают грибин печки спект чтобы вызвать команду и посмотреть какая версия библиотеки у нас сейчас на стоя на вам можно будет воспользоваться значком и большое и вот обратите внимание действительно текущая версия библиотеки 432 все нормально библиотека у меня готова для работы теперь мы поговорим непосредственно о том как записываются спецификации файл спецификация не создается с нуля вы записываете его автоматом создаете автоматом при помощи вот этой библиотеки при этом используется команда деск она похожа на тот деск который мы в москве или используем при этом после команды пи бин пички спектр и деск вы указываете название вашего класса который вы будете создавать мы сейчас на курсе используем часто класс бук который описывает книги поэтому если мы скажем например бин пички спектр с бук у нас создастся соответственно спецификация описывающие книги но поскольку пички спектр он очень умный вы можете указать при помощи слышать и других названий под компонентов несколько уровней названий файл ну а наш с нашими слушателями которые сейчас на курсе обучаются пички тимущими успели на им спейсы посмотреть но мы с вами на занятия сейчас можем при вот это вот специф при создании спецификации это указать ну вот давайте я сейчас сюда заберу высота рано еще смотреть и скажу вот здесь вот что у меня будет создаваться ds описание и дальше поскольку мы сами сидим сегодня в стенах одного из крупнейших учебных центров россии специалисты я скажу что пространство именными будет начинаться со слова специалист а дальше поставлю слэш и напишу название класса который хочу написать то есть еще и даже самого класса нету а создается уже вот такая спецификация обратите внимание что произошло после выбора вызова он играет спецификация для вот такого вот класса она создана вот в таком вот по такому вот пути ну если проще посмотреть вот сюда нашу папку тест вот это спецификация открываю специалист бук спец все просто и здесь если мы посмотрим вот наш код который тут есть здесь есть namespace для использования спецификации специалист здесь есть подключение что пространство имен для работы с буквами здесь есть сам класс спецификации которая расширяет родной object behavior и здесь есть первый метод в этой спецификации и так мы сейчас создали одну спецификацию с одним утверждением с одним примером теперь по аналогии с пички юнайтами другими библиотеками пички спек позволяет нас создавать много-много методов внутри своего класса спецификации название метода начинается с it или it's а потом используется подчеркивание обратите внимание здесь не рекомендуется использовать camel style видимо они потом по этим подчеркиванием бьют название метода на части здесь вы пишете любые фразы и слова которые описывают ситуацию но особо любопытные могут даже кириллицы написать на русском но в общем как обычно обычно пишем на латинице это название потом используется у вас при сборке по спецификации название класса теперь обратите внимание на вот эту штуку на зэс зэс у нас будет ассоциировано с нашим будущим классом и соответственно у этого зэса при помощи классов печки спека появляются то что называются мячеры сравнители я когда забил дословный перевод получил слова с лечить или и настолько растрогался что вот здесь у меня тоже они называются с лечителями но вы понимаете что ну как бы условность обозначений теперь вот этих с лечить или методов мячеров которые начинают нашим ду и дальше там идет что-то их очень много мы о них сейчас поговорим сейчас вопрос тут только посмотрим тому что мы ждем что то что слева у нас находится будет иметь будет поддерживать класс бук и соответственно мы смотрим в папку сарси а там ничего нету то есть нечего еще поддерживать когда спецификация создана хотя сложно назвать шаблонную спецификация созданы мы можем с добавить сюда еще один метод давайте это сделаем лишнее сидит подали вот здесь вот написал и вот здесь вот скажу например давайте напишем метод который будет устанавливать set title бук соответственно я хочу сейчас вот так вот сделать set title метод туда передать название книги например печки 7 вот а вот здесь вот ниже я хочу написать теперь фактически то что гейтером как бы является сопоставление с мячером вот с таким уже мы сейчас на очень простом примере происходит очень важная вещь а именно я щас продемонстрирую как будут создаваться наши классы наш класс пока что один я говорю что уже со будет метод set title у нас даже класса самого нету печки спект когда дойдет вот сюда он увидит этот метод и предложит нам его создать в новом классе когда он увидит get title он тоже предложит создать этот метод и потом когда мы будем с вами создавать уже запускать нашу спецификацию по команде уже теперь не деск аран у нас соответственно выдастся вся информация о том как все работа прошла ну давайте попробуем это сейчас сделать и итак я говорю запустить работу по спецификациям в данный момент это обозначает что пройти по всей папке спект по всем уровням вложенности и выполнить анализ всех спецификаций и создание для них классов если вам нужно только для специалиста бука создать как у нас сейчас можно указать название здесь я по всем пройду так короче здесь у меня появляется вот такой вот интерфейс сожалению почему-то в моем вижу студия коде на работе то есть вот здесь сейчас в аудитории тг-8 у меня эта консоль выглядит очень грустно точно так же как cmd при обычном запуске но дома она мне играет цветами красками то есть сам печки спект покрашивает зеленым цветом правильные выводы по спецификации розовым и желтым в зависимости от степени готовности или красном если есть ошибки давайте посмотрим что у нас в она спрашивает он говорит и он me to create фу ю то есть нормально вы хотите чтобы для вас был создан вот здесь вот класс бук и грану конечно тоже не хочешь чтобы класс был создан а вы хотите чтобы был создан метод set title конечно хочу вы видели никогда работа не была еще такой прекрасной он спрашивает вы хотим мы верим мы хотим что еще теперь мы открываем src и что же мы видим дублируются система папок группа папок spec и в src и src у нас это что это вот непосредственно наши классы прежде чем я зайду за посмотреть наш класс бук вот эта папка spec она конечно может находиться где угодно мы можем оставить так же как и папкой src мы можем сказать что вот этот вот набор классов он будет генерируется не просто вы совсем ту папку которая нам потом будет нужно вот у нас на занятиях некоторых группах папка колеса с присутствует или там папка лента открываем наш класс бук вау name space специалист это как мы написали класс бук public functions and title аргумент он конечно не знал какой правильный вызвать и еще туду райт логике напишите логику здесь вы представляете да то есть если я подробно написал спецификацию то у меня же пол работы сделала окей я записываюсь и здесь у нас будет тайтл здесь я записываю что у нас будет return за из чего тайтл присвоить тайтл вот так я задумал себе заранее конечно по хорошему вот тогда в этом случае сделать что паблик тайтл вот так то есть что-то дописывать все равно что придется окей теперь я хочу запустить команду еще раз команда нет подожди я не хочу запускать но я запустил я беру еще раз говорю ран он говорит а где тайтл вам создать и тут я начинаю переживать потому что у меня уже там есть паблик тайт с этой пол не спрашивает записать ли туда get title а вдруг он перепишет ну по-хорошему он переписать не должен потому что это умная штука вот у меня создался еще один метод и открываю вот он get title есть эти как здорово соответственно вот здесь получается у меня простой возврат свойства . с пятой и если у меня он сейчас писал что 50 процентов спецификации провалено потому что не было гитая то потому что они работали неправильно то теперь при очередном запуске пей бим печь песпе кран посмотрите что будет он говорит ps сотня процентов проваленных ноль два примера оба проверены сданы все отлично класс готов работает я просто доволен и так если мы напишем подробные спецификации поговорим с клиентами с тем людьми которые знают приветную область а потом создадим эти спецификации то процесс создания классов будет существенно упрощен и будет упрощен еще процесс проверки того как мы написали в соответствии того что мы там поставить вот такие идеи я делаю маленькую паузу смотрю у меня там есть вопросы а ссоре вопросов нету пока друзья если есть вопросы уже можно потихоньку начинать писать вот я перехожу в следующий важной теме на мой взгляд это это мэтчеры это то что я назвал с лечителями и существует достаточно много то есть их реально много меньше чем в печке юнайте но тем не менее достаточно шилби это проверка на конкретное значение например мы возвращаем сразу печки 7 из get title и мы ждем что она действительно вернется как печки 7 если они совпадают то все нормально но если хотите проще это как тройной знак проверки равенства шилби лайк это как двойной знак проверки равенства маленький вопрос на засыпку всех чему будет равняться что даст выражение нам true или false если мы скажем 0 равно равно а дальше в кавычках маша и медведь чему будет равно это значение у нас ответы в чате появились у нас будет true потому что 0 у нас это 0 а маша и медведь от строка воспринимается тоже как 0 если вначале нету числа поэтому шилби лайк это для тех случаев когда два знака ровно шилби апроксиме это штука очень полезная хотя мне изначально напрягло то что метод длинный она позволяет вам делать сравнение и аппроксимировать полученный результат я не придал значение этому сравнителю но потом столкнулся с той ситуацией что когда вы например берете число 100 умножаете его на одну целую десяток получаете 110 и если вы результат произведения с числом 110 сравниваете печки спек ругается говорит ну что 10 это же целое число а врезать умножение получилось дабл у вас ничего не завоевал не повезло поэтому мы должны использовать аппроксимацию говорить в каком диапазоне плюс-минус там 0,000 у нас допускается расхождение и там проверять шилд шилд триггер это если вы триггируете ошибку средствами функционального печки шилд хэйв тайп это только что мы видели по умолчанию указывает на тип компоненты с которым мы работаем шилд хэв к каунт эта штука позволяет нам показывать сколько компонентов наборе обычно это касается таких интересных интерфейсов как трейвер сайбл и там это рейбл и другие но пора это дело посмотреть на практике значит чего я тебе тут запланировал чтобы еще раз вам показать как это все работает и в то же время расширить пример я решил что у меня будет здесь сейчас еще один еще один еще одна спецификация она будет называться букс букс давайте так букс collection коллекция книги и вот он мне сейчас говорит что букс коллекция создана видите да отлично я забираюсь в букс коллекция и вот здесь вот первым делом проверяю как будут отрабатывать методы о которых я только начал думать или загадываться загадывать вот представьте себе что я беру эту коллекцию и делаю вот так и до дюбук а вот здесь вот печки спирт там что я сейчас делал я создал как бы будущий метод у нашего букс коллекция его даже еще нету и плюс я использовал добавление но обратите внимание на дюбук спирт это же штука у нас является конструктором так а у нас конструктор где в букс не определен то есть это уже штука что уже как минимум должна нам показать что тут что-то пойдет не совсем попал теперь идем дальше вот сюда захожу и говорю вот здесь у меня будет находиться а этим 0 знаем что у некоторых коллекциях печки айти 0 диджер скрипте это такая частая система когда мы по номеру возвращаем элемент коллекции поскольку мы один раз добавили новую книгу коллекцию то здесь она должна соответственно вернуться согласно should have type я укажу что это будет у нас будет смотрите как это делается вот так то что мне должно вернуться это должно быть книгой и еще один пример который я здесь хочу написать проверить это вернуть при помощи get title этот метод там уже знаком и посмотреть что будет вот здесь вот здесь должно быть у нас вот такая вот надпись если все хорошо сработает ну я думаю понятная идея один единственный экземпл один единственный пример букс коллекция будет у меня проверяться ну а теперь давайте еще раз вспомним куда я пишу не туда давайте вспомним какая команда запускает еще раз сборку по спецификациям кто помнит ран все верно захожу вот сюда говорю ран он мне говорит что спек специалист book not found вы не подключили класс ну тут на самом деле сейчас не библиотека виновата а кое-кто сидящий за пультом зимой когда мы работаем с каким-то компонентами или классом обязательно пространство имен прописываем иначе те наши старания будут напрасны и так еще раз запустил он говорит о ты хочешь ты хочешь создать books collection и с 525 а ты хочешь создать да конечно хочу создать а этим о чем о чем говорить он говорит у тебя сразу 33 процента проблем 33 процента проблем ну окей первым делом захожу в букв вспоминая что у нас там было помните да что у нас там было public function констракт здесь тайтл и здесь фактически у меня дублирование кода происходит что не есть само по себе хорошо но быстро показывает как мне справиться с вот этой текущей проблемой а теперь я захожу вот сюда и говорю что же но в букс коллекции на возле так чтобы она сработала делаю приватный какой-нибудь метод а не метод ссори свойства дэйта потом когда у меня приходит отдельная книга для товарищей вебинаристов это не преподаватель свалился это будет комиссионер здесь бук здесь говорю что у меня из чего дэйта равняется бук почему бы нет у нас это будет массивом дальше когда мы собираемся по айтему по айт по номеру вернуть что-то мы говорим что вот здесь будет она возвращаться беру и говорю доллара и здесь ставлю точку с запятой айтему не возвращает вроде все хорошо еще раз смотрю спецификацию где-то моя спецификация которая предназначена для коллекция на все станет разговая и от сработал айтем есть где тайт это чужой и дай тем тут единственные моменты которые есть ну и проверим фэйл 33 где-то он говорит что у меня не совсем прошло прошла работа давайте посмотрим здесь я немножко не был готов что будет ошибка ну вот он показывает что во первых в 11 строке в буке у меня слишком мало говорит аргументов в было передано в конструкторе а ожидается один я очень рад что это библиотеку уже мне сейчас наставляет на пути стены она мне фактически говорит ты вот здесь вот конечно хорошо что вы здесь вот что-то задал но там должно быть что-то передано он не заставляет по дефолту написать значение например вот такое казалось бы да только мы начали использовать и он сразу показал как делать правиль и вторая ошибка вторая проблема он будет на 15 строке ожидается это из сет тайтл бук из сет тайтл бук так а что здесь у меня так секунду смотрю спецификация здесь у меня сет тайтл вызывается хорошо и вот здесь у меня сайт тайтл вызывается тоже хорошо а чем же он недоволен эксепшен гуминка соответственно это могла быть ошибка связана с предыдущим фрагментом кода то есть тут возможно даже ничего искать и не нужно че еще запускаю спецификацию еще раз ну нет он не говорит что у меня где-то эксперт от инстанции бука а дан был специалист бук так а это похоже и это похоже связано с вот этой вот частью шилд хэф тайп вот здесь все-таки наверное надо указать будет что-то типа вот такого потому что мы-то работаем со специалистом буком правильно ну и проверяем еще раз счастье есть паст 100 процентов у меня две спецификации ну самого бука и букс коллекция у меня три примера ну и в общем я доволен что у меня все получилось друзья вот такие классные штуки можно использовать чтобы упростить себе работу автоматизировать свою свое программирование и так далее я очень надеюсь что вам понравился этот бесплатный семинар и вас заинтересовал вы будете использовать на практике библиотеку печки сперк в своей работе или как минимум попробуйте попробуйте как обычно любые вопросы по ближайшим курсам можно найти нас узнать по номеру телефона сайта специалисты компания специалист вот я приглашаю вас подписаться на канал записаться на обучение если что-то непонятно по библиотеке или принципе задать вопросы мне ну а так мы приступаем к серии вопросов ответов поэтому я жажду услышать от вас все что вы хотели бы узнать по печки сперк в частности ну и может быть по нашим курсам которые грядут специалисты посвященную печки и заранее благодарю всех за внимание спасибо что были сегодня с вами спасибо вам александр что нашли время подключились посмотреть эту интересную тему олег спасибо большое я последнее время все чаще замечаю что наши слушатели так сейчас буду не просто льстить а реальная их мало но не в тельняшках то есть на самом деле печи в пеке можно сказать что у вас будет описание для спецификации для класса и для метода например у вас все классы сопровождаются печки док комментариям сверху имя автора компания дата создания там ссылка на личную страницу у методов там тоже самое что-то вы прописываете некоторые шаблон некоторые темплы в в в недрах печки спека говорить использовать именно этот шаблон и потом у вас будет разворачиваться не просто голый как у нас сейчас например бук класс да а снабженный нужными печки док синтаксисом фрагмент возможно предваряющий там какими-то печки док тегами и так далее и так далее и это тоже удобно ну я не нашел время это в полной мере сказать но думаю что тут ничего для вас сложного не будет параметры которые можно принципе указывать дальнейшем так что да вы правы можно создать шаблон и потом дальнейшем я надеюсь вы ее попробуете единственная проблема который с которой столкнулся при настройке это был это была проблема подружить вижу студию код спички ну как обычно все быстро гуглица я сейчас говорю больше для тех кто у нас на курсе сейчас сидит а для тех кто подключился по умолчанию у пички есть вот тут такая настройка пока f1 если найти найти пички даже тут он почему-то не хочет показываться есть настройка которая называется также называть их пич пи по эти я даже и тут не могу найти файл preferences сеттинг и вот здесь вот здесь в экстеншинах да есть такая вот настройка она называется связанная с печки где будет находиться ваш сам печки печки вылидает экзит и был т.п. вот вот эту штуку я нашел конечно не с первого раза вот она у меня здесь сейчас установлена в тот в том модуле где у нас есть сам печки вот он печки 71 вручную ли это прописал вот это конечно стало некоторым некоторой проблемой ну и плюс еще одна проблема с которой столкнулся и она конечно на сейчас на занятие наше не повлияло но в целом она была не очень приятно это то что вот это вот консоль сейчас она консоль терминал вижу студия кода она мне не показала никаких расцветок я печален что дома там тоже же самый вижу студии коде красивый зеленый там где все решено там красная ошибка розовый там подсказка какая-то и так далее да да друзья я всех благодарю за внимание на сегодня все оставайтесь на связи с вами был специалист спасибо вам евгений всего добра